Цена, которую я заплатил, это жизнь моих близких. Меня никто не спросил. Если бы у меня сейчас бы спросили, я, может быть, сказал бы, да я лучше был бы как все. Можно я спрашиваю про сегодня, ты говоришь, я ехал на машине. Как там было, так скажи? Я в рельм ряду, она в среднем, дальше третий ряду. Конкретный пример уже. Да, я себя постоянно ловлю на мысли, что теперь я уже думаю в сторону, блин, я себя наебываю? Нет. Да. Вот вы ее себе, короче, не в сам право приду. Я себе придумываю, а она же там, мне же надо туда, а она туда, и я как бы с собой... Нет, вот ты едешь, ты что, я сказал, пустяк, но как это было? Да нет, у нее оно так немножко приоткрыто было. А если бы оно было закрыто, ты бы ничего не сказал? Запустиг, наверное, не знаю, рукой помахал бы, я бы настроился. И ты ей что-то говоришь? Да. Типа классно выглядишь. Да. А она что? Она убивается, спасибо. Она классно выглядела. Ну да. И дальше, и дальше. И дальше. Когда ты показываешь очки, надо сказать, сними очки на минутку. То есть, это наоборот им понравится, что ты вот так говоришь. И дальше? Дальше наши машины вот так вот начинают. Машины начинают, да? То есть, они же не ты ими управляешь, а это... Машины тобой управляют. Или хорошо, поток мешал тебе с ней. Я не отрицаю, что я с ней не мешал. Не, не, мы сейчас еще раз просто лишний раз. Не, Миш, просто. Это неприятно, чем сейчас не принять. Не сейчас, тем потом будет. Машины ваши как? Или просто спереди у тебя тачка, а у нее ряд быстрее поехал. Давай внимательнее прям. Как было? У меня место освобождается. И ты едешь. Я понимаю, что надо разгоняться, но я понимаю, что я только сказал, типа, ну, привет, классно выглядишь. Ну, а ты думал в этот момент, что я сзади кому-то мешаю или нет? Если честно, то там, я об этом всегда думаю. Нет, просто я то, я думаю. А вот есть люди, которые не думают. Я, если честно, думаю, что если на парковке я встаю, чтобы там, ну, как-то нормально, и, ну, там расстояние там маленькое было, если что, там на этой дуре... Ну, короче, смотри, там можно было еще сколько-то метров проехать и опять попытаться с ней поравняться. Да. Потому что бывает, что пробка там тебе поворачивает еще не скоро, и ты вот пытаешься, это же специально. Ты этого не сделал, да? Я начал, я тебе сейчас объясню, я начал уже... Себе? Нет, вот одновременно мы едем, одновременно мы едем, и я думаю, блин, надо ей что-то сказать, чтобы как-то, ну, что-то дальше, продолжение какое-то было. И я, короче, ничего не нашелся, или я засал, не знаю, и на этом все закончилось. То есть я даже окно не сразу закрыл. Это самое, как сказать, ну, непонятное мне, то есть для большинства людей самый вот этот сложный момент, этот первый шаг, что туда сказать. Потому что они рискуют тем, что она скажет, что дела хоть, вот так вот. Ну, если уж она нормально отреагировала, то тут уж сам Бог велел. То есть получается, ты как бы, вроде делаешь, испытывая при этом определенный стресс, все равно нужно, чтобы сделать это. А смысл был испытывать стресс, а если ты не дну. Ну, я не знаю, ты лежишь, спишь дома, дождь идет, пиздец там, не знаю, тебе надо в качалку уехать, у тебя сегодня попал, он тренировал. Да я понял, что ли мама. Например, ты такой, я не знаю, там, допустим, ты все-таки оделся там, ну, заставил себя, преодолел, пришел в качалку и поехал домой. Ну, то есть это так же выглядит. Нахер тогда приезжал уже, испытав этот дискомфорт. Коля, уж ты приехал, может, сделай. Что в эти моменты делается? То есть, если она даже, у нее, допустим, поднято окно, ты сигналишь, обращаешь внимание. Я делал иногда вот так, я показываю лицо. Я вспомнил этот самый. Типа вот. Нет, но я так. Она улыбается, например, да, или там нет. Ты или показываешь, опусти окно, директивно, опусти окно. Она пускай, ты говоришь, это, привет, там, ну, открываешь как-то там, что-то про машину, про нее, про платье, то есть, неважно, что ты ей говоришь. Если реакция хорошая, ну, можно при любом рассказать, ну, так сам Бог говорит. Ты говоришь, слушай, я хочу с тобой пообщаться пару минут. Остановись там. И так, давай прижмемся. То есть, вот там, давай припаркуемся, все. Она может сказать, да, может сказать, нет, там та же самая работа с возражением. Она раз уехала, тронулась ее ряд, поехал. Ты, короче, что ты делаешь, ты ее поймал дальше. Опять. Возможно, с этого раза будет нормально. То есть, это элементарно простецкая фигня. И это очень круто работает. И вот этот директ, типа, остановись там. Снимешь ты там. Не могла бы ты, не надо говорить. То есть, это не надо с хамством или с каким-то слышь там. Просто, слушай, остановись там. Типа, я хочу. Вот, понимаешь? Она останавливается, ты припарковываешься, выходишь, подходишь к ней. На облухную полосе, короче. Да, бывает такое, что хуев ты от троллейбусного водителя можешь, ну, насобирать. У меня было такое, и мне жутко неудобно было, ну, допустим, тут дилемма. Тут девушка, которая мне нравится, первично. И там усатые дядьки, которых не хуярит. Я, блин, я, братан. То есть, я, блин, в этот момент, я хотя бы, ну, чем я могу показать, что я сожалею? То есть, тем, что я хотя бы не кладу на него хер, как он там, не знаю, ну, как бы таким возле сумму стал в средь дороге. Давай загружай пакет. Пиздец какой-то. Я хотя бы показываю, типа, бля, мужик сорянут. Крайности не надо тоже бросаться, ну, пределах. И, короче, ты подходишь, говоришь ей, выйди, ну, типа, ну, так неудобно общаться на минутку. Почему? Потому что там может быть кентавр. Это как у нас тут рассказывал один человек о том, что он говорит, я купаюсь в море, смотрю, такая красивая девчонка такая. А, зуба большая. И, короче, когда она выходит, он понимает, что, грубо говоря, низ от другой бабы, блядь, бывает такое, видел таких девушек, да, я им нисколько над ними не глумлюсь, но им только сочувствуешь, когда вот тут все нормально, блядь, вот пиздец, талия, жопа такая, ноги, да, вот, и может быть это кентавр, я не знаю, да, то есть, ну, неважно. И самое главное, ты ее заинтересовываешь, скажешь, ни хера чувак, блядь, ехал, а он меня, короче, тут сказал, давай прижмись, тут меня вытащил, покрутил, не знаю, записал телефон, поехал дальше. Ну, я же хотел, я же хотел бы. Это не просто. Это надо сделать один-два раза себе разрешить. Я бы еще понял тебя, если ты говоришь, там, типа, я сказал, классно выглядишь, как пошел нахуй? Ну, понятно, ладно, но когда такого не будет, ответ позитив, а ты сделай. Я должен сделать. Прикол в том, что, понимаешь, одно дело, когда тебе говорят, давай залезем через забор, трех метров, ты же там же вон собаки, я не знаю, мужик со штаматом охраняет, яблоки не делаешь. Я никогда этого делал, да пойди вам не сын, мы сейчас его типа, ну, там есть чем рисковать, чем ты тут рискуешь, понимаешь, жопу тебе, никто не укусит там. Да здесь вопрос, опять же возвращаемся. Вот это так должно быть. Если бы ты захотел, понимаешь, 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 зачем, ради чего, как бы, да, ты, может, в тот момент ты понимал, для чего. Ну, да. Мне у тебя, ну, понимаешь, для чего, познакомиться, познакомиться, но, чтобы познакомиться, нужно совершить какие-то действия. Я вот для галочки попытался, помахал ей ручкой, ну, так сложилось, она в одну сторону, я в другую. Что мешает, если ты реально там опаздываешь куда-то, навстречу или еще что-то, ну, это одно дело. Но если ты просто едешь, и у тебя есть время, ты особо никуда не спешишь. Я когда из Питера, короче, ехал, все, берегусь сюда, ну, на тачке, на вокзал, и, в общем, я, к сожалению, нарушил правила, то есть там было по стрелке. А ты прямо? Нет, а я, ну, только левая полоса, она поворачивала на левую по стрелке, а я, короче, с соседней полосы вот так вот. Ну, суть не в этом. Я поворачиваю, прям, в жопу такой легкий удар, такой, еб твою мать, как, думал, короче, ну, я думал, что, может, меня кто-то с этой... За мной еще какой-то чувак так же поехал, и у меня на форде, короче, въехал в бампере, такой, еб, я, понимаешь, ведь через пятнадцатый поезд, блядь, прикинь, сапсан, короче. И я выхожу, такой, что-то, бля, мужик, что ты делаешь, черт, потом, бля, ну, короче, там чисто так, ну, потерто. То есть до этого у меня тип врезался на Мазде, у меня сзади на Ауди, короче, такой значок Мазда отмечатался, короче, я с него взял там, ну, на месте деньги, и мы разъехались. А тут что-то даже ничего не стал делать, ну, потому что я реально торопился. Ну, если бы я не торопился, ну, я хотя бы там, не знаю, припарковался, протел, сказал, ну, чувак, у меня, типа, краска, понимаешь, у меня у нас франшиза, и я до тридцатки сам плачу, если какой, а там бампер как раз, ну, так и стоит покрасить. А сейчас хер с ним, я забил, ну, уехал, потому что торопился, тут ты никуда не торопился, сейчас еще хотел сказать, что... Я уже понимал. Мы сейчас, когда пытаемся тебе нажать на вот эту больную, что ты себя наебал опять, да? Нажимайте сильнее. Нажимайте сильнее. Смотри, положись, мы попрыгиваем. Смотри, и ты такой замечательный делаешь, замечательный делаешь, ты говоришь, ну, я понял же, все, типа, ну, отъебитесь. Короче, и я понимаю тебя, но лучше мы сейчас не отстанем от тебя, лучше мы нажмем в следующий раз, когда это будет. Ты голову включаешь, скажешь, бля, ну, я не хочу, чтобы так я сам о себе думал, ты сам о себе должен. Мы это не для себя говорим. Я, боже, конечно. Мы пытаемся тебе максимально, чтобы ты, как бы, душа твоя из тела вышла и посмотрела на тебя со стороны. И в чем фишка, да, что ты сам себе, и как и многие люди, ты ни хрена бы вот эту вот, ну, как бы, ту обратную связь, может быть, и не дал. Тебе, ну, может, потому что ты нюансов не знаешь, как бывает, может, потому что у меня есть опыт, я так делал много раз, а ты нет, и я знаю, что это безопасно, тебе надо просто пережить опыт этого и понять, что тебя не съели. И даже если она скажет, иди нахуй, так вот, короче, все равно, а ты скажешь, о, я до сих пор живой. Удивительно, понимаете, как бы, что я хотел сказать, вот это, опыт, то, что тебе вернули это. И проблема людей в том, что они либо не хотят, либо не умеют давать себе вот эту обратную связь и говорить себе честно, я себя сейчас наебал, короче, я не сделал это до конца. Вот зачем нужен премьер, например. Там есть люди, которые тебе говорят, ты, алё, ты сейчас прикинь, что ты сделал, ты подумал, нет, блядь. Или ты прошел мимо женщины, которую нельзя было не замечать, да? И вчера это было, да, и типа, ты ее еще не видел? Видел самое, самое другое, что я тут тебе так говорю, видел. Нет, вот так, видел. Видел, да. А тебе подошел такой, не знаю. Это я? Да, в этом весь прикол, что когда ты, ну, как бы, один, ты это делать, ну, где-то не можешь. В этом весь, как бы, вся разница, что ли. Есть тренинг, есть, ну, как бы, самостоятельная работа. А есть двойственная. И нужен огромный уровень осознанности. Я не говорю, что ты такой. Это, блядь, надо поискать человека, который самостоятельно может вот так себя проанализировать, выйти со стороны, послабореть. Об этом еще, об этом хотелось сказать. Да, это нужно очень большой уровень осознанности. Это редчайшие экспонаты так могут делать, понимаешь? Ну, опять же, это все от опыта. Чем больше ты находишься в ситуации, где, грубо говоря, тебе нужно выживать, выживать именно морально, жизнь тебя косит. То есть ты уже понимаешь, что, как будто жизнь остановилась. Понимаешь как? И ты сам начинаешь уже с собой, меняется у тебя ценность. Ну, если про себя конкретно, я не в институтах, это нигде не преподают. Но цена, которую я заплатил, это жизнь моих близких. Ну, как, не то, что я заплатил. Никто не спрашивал, к сожалению. Да, у меня никто не спросил. Если бы у меня сейчас бы спросили, я, может быть, сказал бы, да я лучше был бы как все. Но зато они были бы, ну, рядные. Ну, понимаешь, про что я? Но таковы реалии, что жизнь у меня что-то забрала, но что-то дала. Меня зовут Леха, 27 лет. Прошел только что тренинг. Все твои просто эмоции переполняют вообще прям через край. Эти просто 4 дня, я не знаю, перевернули всю мою жизнь. Прям вот вообще не то, что с ног на голову, а прям вот закрутили прям как, блядь, центрифугу какую-то. Я последние, наверное, 8 лет жил в таком, блядь, в каком-то коконе. Я был вообще опустошен своими проблемами, своими какими-то разочарованиями с девушками. Было вообще прям все туго. Я не знаю, я когда пришел на этот тренинг, в первый же день я сказал, что я буду фигачить, прям работать. И прям вот благодаря саппортом, благодаря тренерам, прям вообще вот у меня прям с самого начала все пошло. И, конечно, блядь, саппорт, терминатор, Даня, вот он не столько указывал там на мои какие-то ошибки, а сколько мотивировал, прям вот разъебывал и вот прям отправлял выполнять все задания. Это прям было вообще прям, блядь, реально супер. И последнее вот задание, конечно, с деньгами, это прям практически больше, чем на половину его заслуга. Да и вообще все, ну, саппорты, тренера прям офигенно помогали, говорили какие-то советы. Ну вообще, я не то что рад, что я сюда пришел. Это реально полное все купило, все затраты. Я рад, что я со всеми познакомился, что я прям вот напитался вот этой энергией. А что порекомендовал бы ребятам, кто еще сомневается приехать на практику? Не ссать. Просто не ссать и, блядь, сюда приехать, потому что это реально, блядь, перевернет всю их жизнь. Это прям вот я говорю, прям вот как человек, у которого было пиздец, сколько много проблем в личной жизни. А. Продолжение следует...